Всем привет! Это новый выпуск Универ Ньюз в студии Кристины Зиединова и мы начинаем! КФУ прошла студенческая антиконференция MarksFest. Сотрудничество КФУ Гисенского университета исполняется 30 лет. КФУ посетили Вице-Мисс России 2019. Если к классическим конференциям все уже привыкли, то MarksFest точно может удивить хотя бы своим форматом. А подробнее в сюжете Юлии Маркушиной. Мероприятие MarksFest, которое прошло сегодня в Институте управления экономикой и финансов Казанского федерального университета, посетил ректор Ильшат Гафоров. Он поднял очень важную тему. Самое главное, чтобы люди, еще раз говорю, получали кайф от удовольствия, от того, чем они занимаются, что они делают. Только в этом случае вы, ваше внешнее и внутреннее я соединятся и вы будете успешными по жизни. Деловые костюмы, долгие доклады и сложные тезисы. Это точно не про MarksFest. Это конференция с приставкой анти. Мы говорим в кроссовках, футболках и говорим о злободневных вещах в коротком формате. Не публикую тезисы конференции, как это было всегда, но говорим об очень злободневном. И антиконференция, ну это как бы так, что момент привлечения. Это такой маркетинговый интересный ход. Антиконференция проходила в несколько этапов. Первый – это выступление спикеров, которые делились своими размышлениями об экономической теории Маркса и опытом ведения бизнеса. Только на антиконференции тебе скажут люди, которые работают и которые могут себя научить. То, что говорим здесь, мы спикеры на сцене, этого не напишут в учебниках. Никогда. Также было проведено пленарное заседание на тему «Уезжать нельзя оставаться», где каждому присутствующему было предложено самому поставить запятую в нужном месте. Мероприятие мотивирует студентов стремиться к новым вершинам и популяризирует великие труды Карла Маркса. Маркс-фест – по-настоящему молодежное и драйвовое мероприятие. Здесь не нужны ручки и тетради для записей. И можно просто отдохнуть. Профессионализм, талант, радушие и гостеприимство, а главное – умение вести диалог из года в год демонстрирует Казанский федеральный университет и Гисенский университет имени Юстуса Либиха. Диалог людей, профессии, идеи и культур. В этом году партнерскому сотрудничеству двух университетов исполняется целых 30 лет. Все подробности в следующем сюжете. В этом году партнерскому сотрудничеству между Казанским федеральным университетом и Гисенским университетом имени Юстуса Либиха исполняется 30 лет. Сотрудничество развивается в ряде сфер. В настоящий же момент планируется сделать упор на выявление результатов в медицинском направлении. Так, знаменательному событию будет посвящена конференция «От клетки к человеку», которая состоится 23 мая в стенах Казанского университета. В качестве одного из основных мероприятий такого рода встреч – это подведение некоторых итогов проведения совместных конференций. И не исключение этот год. В этом году будет конференция, которая общим названием «От клетки к человеку». Ее организатор и идейный вдохновитель – это, опять же, как я говорил, Ильинская Ольга Николаевна, профессор. И она получила соответствующий грант РФФИ для проведения этой конференции, который будет использован на то, чтобы пригласить сюда как можно больше наших немецких коллег, взяв на себя расходы по их пребыванию в Казани. 16 октября 1989 года был заключен договор о сотрудничестве между Казанским и Гиссонским университетами. В рамках межвузовского партнерства действует дополнительный договор о студенческом обмене. Немецкая сторона принимает на семестр с полным обеспечением двух наших студентов и еще пять человек на месячные программы. Таким образом, ежегодно мы выбираем семь, а иногда и восемь человек, которые едут именно в Гиссон в соответствии с своими направлениями развития. Сегодня в партнерство вовлечены специалисты различных университетских подразделений – студенты, аспиранты, доценты и профессора. По результатам этой конференции будет выпущен сборник трудов. Это немаловажно. Будут намечены новые направления развития. Особенно мы большую ставку делаем на медицинские исследования. В Гиссоне есть крупный свой медицинский центр. Это у серьезных университетов, как правило, он есть, который специализируется там на ряде направлений. Дух партнерства, бережно хранимый обоими университетами, поддерживается не только совместными исследованиями, публикациями, сборниками и научными конференциями, но и непринужденным дружеским общением. Немецкая сторона в рамках своих вот таких медицинских комплексов, они зарабатывают вполне достойные деньги, чтобы и содержать сам комплекс, и помогать ученым как бы основного университета. Вот со временем, я не знаю, может быть и у нас это будет получаться, по крайней мере ректор на это сильно рассчитывает и предпринимает наш ректор Гафуров Ильшат Равкадж, предпринимая большие усилия в этом направлении. Валерия Муратова, Ленардо Влетьяров, Универньюс. В актовом зале IT-лицея КФУ прошло очередное событие проекта «Университет третьего возраста», одним из учредителей которого является Казанский университет. В этот раз оно было посвящено компьютерным технологиям. Пенсионеры со всего Татарстана собрались, чтобы проверить, кто из них лучше владеет ПК. Подробности далее в сюжете. 18 апреля в IT-лицея КФУ состоялся конкурс Computerland «Третий возраст 2019», проводимый в целях вовлечения в сферу информационных технологий жителей Республики Татарстан предпенсионного и пенсионного возраста. Мероприятие проводится при совместной поддержке КФУ, Пенсионного фонда РФПРТ и регионального отделения Союза пенсионеров. В ходе конкурса между собой соревновались как уверенные пользователи ПК, так и начинающие, каждый в своей категории. Заниматься компьютером сейчас, в наш новый век, с его технологиями, это очень важно. Проект дает возможность обрести уверенность в себе, проявить свои творческие способности, поделиться своими умениями, опытом и не чувствовать себя за бортом общественной жизни. Камиль Гемоздинов, Виолетта Басова, Универньюз. Лицейсты Казанского федерального университета приняли участие в городском чемпионате по игре «Что, где, когда». Что их ожидало, мы расскажем в следующем сюжете. В Казанском государственном энергетическом университете прошел финал городского чемпионата по интеллектуальной игре «Что, где, когда» для учащихся школ Казани. Всего в ней приняло участие 27 команд, несколько из них из лицея имени Лобачевского и IT лицея КФУ. Так, например, команда «Империя Тимирбулата» и «Тилицея КФУ» состоит из шести игроков. У нас есть целых два очень умных человека. Это, конечно, я. И Галиф Ирик, наверное. Он, потому что уже довольно долго играет, наверное, год, может больше. Артем Тупичкин, Ленардо Влитяров, Универньюз. Красота спасет мир, сказал великий писатель Федор Достоевский. Может, поэтому все девочки мечтают попасть в модельное агентство, листать на сцене и получить заветную корону. Героиним следующего сюжета все это удалось воплотить в жизнь. Наш корреспондент Анна Глазунова расскажет подробности. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ состоялась пресс-конференция, посвященная финалу национального конкурса «Красоты Мисс России-2019». Вторая вице-мисс России-2019 Ралина Арабова и первая вице-мисс Сатарстана-2019 студент Конститута математики и механики КФУ Миляуша Галимова отвечали на вопросы журналистов. Спрашивали о многом, как совмещать учебу, конкурсы «Красоты», как преодолевать страх и кто является для девушек кумирами. Я не имею определенного кумира, но я вдохновляюсь в большей степени людьми самими, то есть каждым их движением. Я люблю сидеть, наблюдать за людьми. Из-за этого я беру свое вдохновение. Девушки рассказали и о непредвиденных случаях на сцене, когда просто необходимо взять себя в руки. На мисс Сатарстана это случилось, то что молния у меня на юбке расстегнулась, и когда я шла, она начала юбка сползать потихоньку. Но я взяла себя в руки, то есть я понимала, что ничего страшного в этом нет. И вот схватила эту юбку и спокойно дошла до своего места. Президент общественной организации мисс Сатарстана Зольда Сахарова отметила, что всегда удивлялась негативным отзывам в интернете о победе девушек на конкурсах. Давайте обратимся к тому, что может быть на себя посмотреть чуть-чуть, а может быть какие-то усилия приложить к тому, чтобы быть интересным и чтобы на тебя обращали внимание. Анна Глазунова, Универ Ньюс. Это было все самое вкусное и интересное. Всем весеннего настроения и, конечно же, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok